Вместо дорог глубокие ямы жители Рубцовска жалуются, что в лужах глокнут машины. Чтобы не было одиноко, в крае планируют увеличить число досуговых центров для пожилых. Вместо клюшек джойстики, зачем студенты политеха устроили хоккейный киберпоединок. Вы смотрите наши новости. Здравствуйте в студии Евгения Даровская. Жители региона в социальных сетях жалуются на то, что вместе со снегом с дорог к краю вновь сходит асфальт. На ямы сетуют не только барнаульцы, но и жители Рубцовска. На протяжении одной минуты уже застряла здесь машин 5-7. На фото и видео, которым делятся участники сообщества «Инцидент Рубцовск», многострадальный проспект Рубцовский. И в таком состоянии больше половины дорог города. Со многих улиц сошел снег, и вместе, вместо асфальта, показались глубокие ямы, которые тут же заполнила талая вода. В лужах люди проваливаются по колено, а машины глохнут, рассказывают очевидцы. Это магистраль. Единственное направление в северную часть города, где проживает около 30 тысяч жителей. Прошлым летом дорогу несколько раз отсыпали щебенками, но это не помогло. Весной водители вынуждены объезжать ямы прямо по пешеходной зоне, создавая аварийные ситуации. Насколько я знаю, эта дорога попала в план капитального ремонта этого года. И она будет сделана от Калинина до Тихвинской. Другое дело, что, чтобы не получилось опять, как всегда, сделаем, она на второй год развалится. Ремонт дороги запланирован в этом году. Сейчас в Алтай-Автодоре готовятся провести аукцион на так называемую Рубцовскую зону, куда в том числе входит Егорьевка, Волчиха и Змейногорска. Напомним, ранее мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман говорил, что если вкладывать по 80-100 миллионов рублей в ремонт дорог в год, как это планируют краевые власти, то к 2023 году их удастся привести в нормальное состояние. Да, хорошо, если бы о приближении ямы на дороге сообщали каким-нибудь сигналом, сиренной, к примеру. Машины были бы, наверное, целее. Это, конечно, из области фантастики, но вот сегодня жители края могли слышать звук сирен. Они звучали в течение 40 минут с 11.35 по местному времени до 12.15. По словам сотрудников МЧС России по Алтайскому краю, в преддверии паводка и сезона пожаров необходимо проверить систему оповещения населения. Если она окажется не в порядке, то ее будут ремонтировать. Как жители Барнаула реагировали на звук сирены и что, по их мнению, необходимо предпринимать после того, как она зазвучит, расскажем в вечернем выпуске. Ну а пока продолжим. Чтобы пожилые люди забыли об одиночестве, для них планируют открыть геронтологические центры, проще говоря, досуговые. Об этом сообщила на встрече с журналистами министр социальной защиты региона Наталья Оськина. Сейчас в крае работает 34 дома-интерната, в них живут больше 5000 пожилых людей. Потребности в открытии дополнительных интернатов пока нет, отметила министр соцзащиты региона Наталья Оськина. Но есть необходимость создания новых досуговых центров для них. Речь идет о домах, когда пожилые люди могут туда приходить, чтобы не просто общаться друг с другом, но и чему-то поучиться. К примеру, в скандинавской ходьбе или петь, или танцевать. До конца этого года мы постараемся создать такие группы, ну, порядка где-то до 1000 человек с охватом, с тем, чтобы, ну, хотя бы в пилоте начать. А затем это точно будет повсеместно на всех территориях. Открытие новых центров стало возможным благодаря увеличению финансирования. В этом году на развитие домов-престарелок в общей сложности направят больше 200 миллионов рублей. Это на 100 больше, чем в прошлом. Этой игре пожилых обучать точно не будут, но самостоятельно и они могут приобщиться к захватывающим хоккейным поединкам. Конечно, не на льду, а в компьютере. А накануне в Барнауле студенты технического университета провели целый турнир по электронному хоккейю. Так они решили поддержать участников Всемирной универсиады, закрытие которой пройдет уже сегодня после хоккейного финала. Но взяли политеховцы в руки не клюшки, а джойстики. На виртуальный лед вышли команды факультета информационных технологий и Института международных отношений технического университета. Иностранные студенты, впрочем, выбрали скамейку запасных. Они и снег-то впервые увидели недавно. Но уж об игре в хоккей имеют, по их словам, совершенно слабое представление и не знают правил. Правила игры стандартные для хоккея, но навыки нужны. Чтобы в эту игру, даже в такую, в общем-то, Инхэл не считается киберспортивной игрой, в полном смысле этого слова, не проводятся какие-то профессиональные турниры. Но чтобы в нее играть хорошо и качественно, нужно иметь большой опыт. То есть, я думаю, если сейчас сюда придет какой-нибудь школьник лет 11-12, который день и ночь сидит за ней, он здесь порвет просто всех. Ну, кстати, в Красноярске во время проведения универсиады находится наш корреспондент Кирилл Политов. И сегодня, в вечернем выпуске, он поделится впечатлениями от увиденного. А в Барнаульском зоопарке накануне был праздник. Там пели песни, водили хороводы, соревновались в силе и ловкости. Проводы зимы устроил Банк Восточный. Подержу на кладезон! Раз! На празднике устроили настоящую охоту за богатырями. Оказалось, что это звание могут носить не только мужчины. Сильные женщины в команде! Восточный банк поздравляет всех с Масленицей и всем участникам вручает памятные призы и подарки. А самому сильному – мобильный телефон. За главный приз – телефон участники дрались мешками с соломой. Сильнейшего выбирали из восьми богатырей. С дочкой пошли на праздник, увидели, что будет разыгрываться телефон и решил выступить, проявить себя. Хотел залезть на столб, но столб здесь не установили. Телефон Денис подарит своей пятилетней дочке Лене. Говорит, что и сам планировал купить мобильный, но Банк Восточный его опередил. Памятные призы получили и смельчаки, которые сделали фотографии с почти настоящим тигром. К дружелюбному зверю выстраивались очереди. Без сувениров не остался никто. Через несколько секунд погоде спонсор прогноза погоды – Банк Восточный. Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Успеете оформить кредит в Банке Восточной по ставке 9,9% до конца марта. На большей территории края пасмурно, возможен снег. В Рубцовске до трех, ниже нуля. В Биске до минус одного. В Белокурихе воздух прогреется до двух, со знаком плюс. В Барнауле пасмурно, возможен снег и днем до минус одного. Телефон нашей редакции в Барнауле – 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске новостей. До встречи.